Саид Афанди Аль-Чиркави. История пророков. Том 2. Мудрость, заключенная в передаче Всевышнего Аллаха нашему пророку а.с.с. истории о предыдущих пророках и посланниках. Всевышний Аллах упомянул в Священном Коране много историй о посланниках. О том, что произошло с посланниками и их народами, рассказали историки. Поскольку Всевышний не говорит ничего зря, в упоминании этих историй есть пять мудростей. Иншаллах, с помощью Аллаха, я намерен рассказать о пяти мудростях по порядку. Нашего любимого пророка а.с.с., светочей уммы, Всевышний сделал неумеющим читать и писать. Еще в младенчестве он осиротел, лишившись родителей, которые воспитали бы его. Детство его прошло на родине отца. Он не выходил за пределы Мекки, вырос среди курайшитов и всегда был у них на виду. Он не ходил к алимам обучаться этике и другим наукам. Это не было тайной для мекканцев. В то же время среди курайшитов он был самым надежным и пользующимся доверием. Ради выявления его пророчества и посланнической миссии, ангел Джабраиль а.с. вложил в его сердце всевозможные знания предыдущих и последующих наук. Таха а.с. начал исполнять посланническую миссию, совершая чудеса, подтверждающие его пророчества. Он рассказывал о предыдущих посланиях, пророках и об их народах, будто видел их воочию. Все его повествования слово в слово совпадали с тем, что было написано в Евангелии и Торе. Хабиб а.с. передал народу более чем достаточно сокровенных знаний, вложенных в его сердце всемилостивым. Для разумных людей было достаточно аргументов, подтверждающих его пророчества, и они признали его и последовали за ним. Глупцы и завистники, лишенные разума, назвали Коран собранием древних мифов. Всевышний ниспослал в Коране аят, подтверждающий истинность посланника а.с. и опровергающий их ложь со смыслом, «Скажи, пророк, он, Коран, ниспослан Всевышним, ведающим тайнами земли и небес». Сура Фуркан, аят 6. Всевышний поведал Ахмаду а.с. о жизни предыдущих пророков. Мудрость этих откровений состоит в том, чтобы посланник а.с. перенял у них лучшие качества, взял с них пример. Таха а.с. вобрал все совершенные качества предыдущих посланников, о которых Всемогущий рассказал ему. «Щедрейший Аллах наделил его милостью, кротостью, щедростью, терпением, равнодушием к мирскому зогду, крабростью, такими качествами, которыми не одарил никого другого». Также Всевышний рассказал пророку а.с. о том, как народы противились своим пророкам и посланникам, и о наказаниях и мучениях, которым он подверг эти народы. Всевышний также рассказал хабибу а.с. об аулия и благочестивых людях тех народов, и примел в пример умми их добрые качества и деяния, которыми он доволен. Пророк а.с. последовал всем упомянутым примерам, он направил умму на верный путь, разъяснив дозволенное и запретное. Он усовершенствовал в себе восхваленные качества, его характер и поведение стали соответствующими Корану. Когда его качества, которые воспитал в нем Коран, достигли совершенства, Аллах сообщил ему об этом, не спасла фаят, повествующий о его неописуемом величии. В том, что Всевышний Аллах рассказал пророку а.с. в Коране об этих историях, кроется еще одна мудрость. Когда пророк а.с. узнал о предыдущих народах, он обнаружил, что его община ценнее остальных. Он увидел, какие облегчения сделал Всевышний для его общины, щедро одарив ее тайными и явными благами. Ему были неспосланы аяты, в которых говорится, что в религии нет трудностей, она легка. Среди явных облегчений, сделанных для уммы, разрешение таямума землей, прощение грехов раскаившимся, разрешение находящимся в дозволенной поездке сокращать намазы и пропускать пост, чтобы возместить его при возвращении домой. Среди тайных благ, которые даны нашей умме, многократное вознаграждение за каждое благое деяние и соответствующее вознаграждение за искреннее намерение, даже если и не удастся его осуществить, ибо оно засчитывается как осуществленное. А тому, кто совершит один добрый поступок, согласно тому намерению, записывается от одного до четырехсот вознаграждений и более того, о величине вознаграждения знает лишь Всевышний. Предыдущим общинам не было таких облегчений, чтобы раскаяние грешника было принято, его следовало убить. Прощение греха покаявшимся и тому подобное является чудесным даром для нашей уммы. Увидев все это, пророк, алей-иссаляту вассалям, понял свое преимущество перед другими посланниками, более того, преимущество своей уммы перед остальными и величие благ, которыми Всевышний одарил его. Посланник Аллаха, саллиллаху алей-иссалям, поклонялся Всевышнему все время, восхваляя того, кто одарил его благами. Он днем постился, а ночи проводил в поклонении, так что ноги его оттекали. По посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, «Разве Аллах не простил тебе все предыдущие грехи?» спросили его сподвижники, на что пророк, алей-иссаляту вассалям, ответил, «Разве я не должен быть благодарным рабом?» Всевышний также упомянул в повествованиях алимов и аулия предыдущих общин, описал в Коране их благие деяния и следования шариату. Он рассказал о том, какой гнев обрушился на врагов, противившихся посланникам и пророкам. Это было назиданием для уммы, чтобы она остерегалась следовать примеру порицаемых людей и следовала примеру достохвальных. В историях о посланниках, пророках и их последователях есть еще одна мудрость. Если бы они не были упомянуты, люди не узнали бы об их добром наследии. О, люди сохранят их добрые качества до наступления судного дня, из века в век, передавая их друг другу. Наше упоминание является благом для тех, кого мы вспоминаем, и мы сами от этого получаем благодать. Не зря говорится, что человек жив, пока люди вспоминают его добрым словом. Умершие предки получают пользу от того, что потомки вспоминают истории о них. Пророк Ибрахим, алей-иссалям, даже читал мольбу «Сделай меня тем, кого до наступления судного дня будут поминать добрыми словами, желая сохранить красивое восхваление для себя, пока существует мир». О том, как предыдущие народы поступали со своими посланниками, пророку алей-иссаляту ассалям было рассказано, чтобы утешить его. Зная об этом, ему было легче переносить притеснения курайшитов. Аллах поведал о предыдущих пророках, чтобы Ахмад алей-иссаляту ассалям и его умы получили такую пользу. Многие люди увлекаются чтением историй, но размышляют о прочитанном лишь особенные. Чтение без размышления, подобно воде, которую наливают в полный кувшин, оно не доходит до сердца, а слова, не доходящие до сердца, подобны семенам, просыпанным в невспаханном поле. Поскольку уже начал, я не хотел оставить это дело и с помощью Всевышнего составил книгу. Не принимайте историю пророков за сказки, ведь Аллах в Коране не сказки рассказывает. Не обращайте внимания на разночтения, возникающие при повествовании о событиях со времен сотворения Адама алей-иссалям, ведь это не меняет сути повести, об этом было сказано и ранее. О Аллах, сделай мой заточенный карандаш с саблей, обнаженной ради Тебя, а не ради мирских благ. Помоги прочитавшим этот сборник, целью которого является лишь принесение пользы людям, извлечь из него урок. Врата знаний открываются легко, но не каждый становится алимом. Это мой подарок вам, бедные мусульмане, не сумевшие добраться до ворот науки. И стыдно называть вас бедными, поскольку поклоняющийся, познавший Аллаха, является алимом. Вы не думайте, что я считаю себя ученым, между мной и вами нет разницы. Теперь, братья-мусульмане, у меня к вам одна маленькая просьба. Если услышите, что я умер, не забудьте прочитать мольбу, да сделает вас Аллах из тех, чьи мольбы принимаются. Сделайте другим добро, которое и вам принесет пользу. Сказано, что умершего причислят к хорошим, если сорок благочестивых мусульман засвидетельствуют, что он был хорошим человеком. Не поскупитесь сказать, что я был хорошим, да прольется на вас дождем милости заботы Всевышнего. Ты прости меня, Аллах, ведь ты прощающий, милостивый, если при повествовании допустил ошибку. Прими мое раскаяние, о Аллах, если я допустил что-либо непочтительное по отношению к посланникам и пророкам. Хоть я и не являюсь алимом, которому пристал рассказывать, я передаю со слов алимов и признаю все версии, путь они несомненные, достоверные или слабые. Знаю, что не избежать критических замечаний завистников даже к тому, что взяты из середины Кораны. Они не перестают придираться даже к адисам, приведенным Муслимом и Бухари. Повествование о посланниках и пророках на этом завершаю. Если Аллах даст помощь, если у меня остались дни, хочу еще немного добавить. Сердце мое не примет упущение повести о Таха, алейиссаляту вассалям, посланном милостью для миров, любить которого Аллах, обязал его умму. Вот мавлидов Ахмада, алейиссаляту вассалям, столько, сколько деревьев в лесу, пусть их будет столько, сколько листьев на этих деревьях. Разве это большое дело? Наше восхваление Хабиба, алейиссаляту вассалям, о котором свидетельствовало дерево, и с которым разговаривали дикие звери, что могут значить наше восхваление, если его восхвалил в Коране сам Создатель? Но все же те, кто любит Шафи, алейиссаляту вассалям, любят и возносить хвалу ему в соответствии с уровнем своего разума. Признак любви – частое поминание. Разве возможно, чтобы человек не любил поминать того, кого он любит? А о том, кого ты не любишь, не то что речь заводить, даже имя его слышать неприятно. Не правда ли? Буду вдоволь рассказывать о жизни пророка, алейиссаляту вассалям, о которыми слушать приятно и рассказывать сладостно. Будет ли истинно верующим тот, кто не любит Хабиба, алейиссаляту вассалям, не воспевает его и не говорит о нем? Правоверный любит Хабиба, саллаллаху алейиссалям, больше жизни, потому и не насыщается поминанием его. Тот, кто любит Хабибу Аллаха, алейиссаляту вассалям, и свидетельствует о том, что Аллах один, будет подобен Китмиру среди асхабуль Кахви. Тому, кто отправляется к великому царю, не лучше ли идти за тем, кто знает эти места и дорогу? Разве сравнится тот, кто не знает дороги, и у кого нет проводника, с тем, кого ведет знающий? Когда проводник приведет к братам царя, разве не нужно получить разрешение войти? И разве не бывает у царя доверенного лица, кому он поручил управлять делами подданных? Разве войдет кто-нибудь во дворе царя, если он не попросит разрешения у визиря и не получит его? Разве не нашего Хабиба, саллаллаху алейху ассалям, Всевышний избрал из всех творений и возвеличил? Разве будет принята просьба, которой он не упомянут? Будет ли всемогущий доволен тем, кого он не примет? Не поселится ли шайтан в сердце, в котором нет смиренности, даже если обладатель его будет поклоняться дни и ночи напролет? О, Аллах! Ты помоги написать мавлит Хабиба, саллаллаху алейху ассалям, ради которого сотворена Вселенная. Написавшего мавлит и прочитавших его, собери на Арасате вместе с пророком, алейху ассаляту ассалям, под тенью твоего арша. Амин, Аллах, о Аллах! Амин, Аллах, о Аллах! Амин, Аллах, о Аллах! Господи, прими эту мольбу! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.